Немножко в продолжение прошлого урока. Я понял, что он был немножко тяжелый для всех. Хочу бы еще, может быть, тогда сказать пару слов. Ну, посмотрим, как у нас будет. У нас уже 10, меня. Можем новичку начинать. Хорошо. Включай запись. Значит, добрый вечер. Всем, сегодня мы учим нашу книгу «Урота Чува». Но мы немножко перепрыгнем. Мы прыгнем на 4 главу, 8 абзац. Спасибо, Ширель, за перевод. Ширель, у вас, по-моему, не выключим микрофон. Сейчас проверю. Ага, не выключим. Да, я выключил, все нормально. Значит, сегодня мы решили сюда прыгнуть. Из-за обсуждения, которое было, и мне показалось очень важным, как вот именно обсуждение в Дне Новых, а что, вот как себя вести мы, как-то вот эта вот вера иудейская отдаляет нас, в общем-то, не только от веры нашего народа, но, в общем-то, с этим вместе от своего народа, и как себя вести. Обычаи, они какие-то праздники, они христианские, символика и так далее. Это правильно, это неправильно? Значит так, в нашем отрывке нет про это. Я хочу наш отрывок выучить, и потом попытаться сделать какое-то... провести параллель. Рав говорит про... Соответственно, Рав говорит про какой-то интересный процесс, соответственно, уже в еврейской среде, но он также общий. Потихонечку мы это выучим, обсудим. А после этого я хотел бы к предыдущему уроку провести пример, который мне вот показался нормальным, хорошим. Ну и посмотрим, как у нас получится. Итак, заработал. Давайте начнем. Итак, наш отрывок. Нормально все видят? Да. Итак. Предшествуют всем остальным видам чуы возвращения к величию Всевышнего. От чуа к величию Всевышнего. Несмотря на то, что расширение света требует понятия более высокого уровня и содержание понятия величия при всей своей широте оказывается тесным для того, чтобы вместить великий разлив света в чуы, концентрация смысла в которого право ценнее мудрости и величия. И это основа чуы. Свет, который откроется в начале эпохи Машиах и вберет в себя все более мелкие патит шивы, ведь все они в него включены. В этом великом свете, в начале его прорыва, кажется, будто бы он подторгает малый свет. Люди дерзкие восстают и возвышаются в попытке взять на себя роль пророков и терпеть неудачу. Однако это поражение происходит не иначе, как и из-за малых видов света, которые кажутся отвергнутыми. И великий свет продолжает свои труды, не покладая рукой, пока не проявится снова со всеми своими сокровищами верхними и нежными. Огради пролом сыном над лицом и с ветвей колючих розы соберем. Мне на эврите было понятнее. Прочитав по-русски, я могу подиторить, что у меня еще есть, что никто ничего не понял, я в том числе. Попытаемся разобрать этот отрывок сначала. Если вы хотите, чтобы я сейчас бросил в наш чат линк на этот текст, то у меня возьмет еще полминуты это дело приготовить. Есть желание? Или достаточно того, что здесь? Да, да, есть желание, есть. Хорошо. Тут я еще даже не успел сбросить сюда ивритское источник. Окей. Попробуйте, скажите, что у вас получилось зайти. Кто-нибудь один. Например, Михаил. Да, да, вот появилось все. Зайти ты можешь? Сейчас, минуточку. Да, зашел. Главное здесь это середина и конец. Начало это введение. Ну, давайте попытаемся. Значит, и я буду объяснять, я сперва объясню этот отрывок, а потом я приглашу вас со мной поспорить. предшествую всем остальным видам тшвы возвращения к величию Всевышнего. Термин величия Всевышнего, мне кажется, он здесь перезванивается с двумя терминами, которые у нас на слуху постоянно. это хилуяшем викидушашем, это возвеличивание имени и осквернение имени. Соответственно, как бы это считается с одной стороны как бы задачей творения, с другой стороны как бы самым тяжелым прегрешения. Чтобы попытаться продвинуться вперед, я сейчас задам вопрос. Я прошу на него ответ дать в общемировом плане, а не в личном плане. Итак, что является самым большим осквернением имени Всевышнего? Давайте возьмем исторический вперед. тысячи три лет и что является соответственно освящением имени Всевышнего? Вопрос задан. Время пошло. Знатоки. Я смею сказать, что, наверное, разрушение храма было как такая общечеловеческая с общечеловеческой точки зрения. Очень хорошо. Галут. Галут. Изгнание, разрушение храма. Самое большое осквернение имени Всевышнего. Правильно. Если ваш бог такой все может, такой сильный и крутой, то как его народ визгнает? Не только тепло, даже горячо. Отлично. Еще. Еще. Развить тему или предложить какие-то еще варианты. Я забыла, как это называется. Это когда конец 19 века, когда очень много общин отходили от еврейства и даже переходили к... Просвещение. Не, не просвещение, это как-то на еврействе. Это скала. Да, да, да. Это просвещение. А, да, извини. Скала. Отлично. Аскала. Аскала. Окей. Да, хорошо. Тоже хорошо. Можно мне добавить свое слово? Мне кажется, если называть Аскала как Хилюляшем, то это Хилюляшем. То есть знание, образование никак не может быть против, то есть не может быть Хилюляшем. То есть люди оставили религию не потому, что они что-то выучили, а потому что религия не стояла на уровне состояния человечества на тот момент. Я извиняюсь. Скажите, это ваши мысли или это вы где-то видели? Это мое личное такое убеждение. Я нигде это не видела. Шифра, да кто же с этим спорит? Конечно, я тоже так согласен абсолютно. секундочку, 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 шифра. Я вас поздравляю, вы цитируете Рава Кука. Спасибо, но я так постесно думала, что это. Вообще надо проверить, может быть Рав Кук цитировал шифру на самом деле. Ну, наверное, да, он же пророк был, почему бы нет. Мы до этого дойдем, кстати, мы это выучим. Мы это, в нашей книге это есть, вы цитируете Рава Кука однозначно. Причем Рав Кук пользуется более сильными выражениями. Так мы это сказали. А можно я скажу, я имела в виду как раз, потому что мы-то это проходили, что в том смысле осквернение не со стороны тот, кто отходил, а именно со стороны общин, которые как бы вот в таком состоянии находили, что их покидали. Не, не, отлично. Я остановлю обсуждение на этом, потому что я не хочу углубляться сейчас в эту область, мы в нее углубимся еще в свое время, но это правильно абсолютно. Итак, я принимаю все, что сказано здесь. Осквернение имени это разрушение храма, это изгнание евреев, соответственно освящение имени, это возвращение в государство Израиль. То есть исторический событие, которое на сегодня очень сильно влияет на общую мировую историю, культуру и так далее, это, конечно, создание государства Израиля и теологически, и исторически. из-за этого сегодня есть кризис в христианстве, в мусульманстве, в юдаизме, и безусловно, если мы пытаемся назвать историческое событие, опять-таки, на допустим, на последние три тысячи лет разрушение храма и восстановление государства Израиля, оно будет там. Итак, я не просто так это сюда зовет. Итак, основа Чувы, то, что говорит Рав, это возвращение к Величу Всевышнего. И мы сказали, величие Всевышнего, теперь, это мое прочтение, я не очень сильно настаиваю, что единственное верное прочтение, но тем не менее, я хочу вместе с вами прочитать именно так. Величие Всевышнего, это, по-моему, здесь связано со сквернением и, наоборот, с возвеличением имени, и что мы все правильно перевели, как изгнание или возвращение изгнания. И из продолжения текста я попытаюсь привести доказательства к самоумению. А сейчас мы просто как бы, сейчас короткое техническое отступление. Несмотря на то, что расширение света требует понятий более высокого уровня, и содержание понятия величия пресествовая широте оказывается тесным для того, чтобы вместить великий разлив света в тшувы, концентрация смысла в которого ценнее мудрости и величия. Итак, раз здесь говорит, раб здесь спорить с самим словом величия по отношению к Всевышнему. Что когда мы называем вот это вот предшествует всем основным видам возвращения к величию Всевышнего, чувак величию Всевышнего, слово величия кого-то в буквальном смысле уважения, как бы гордость может быть, да, это оказывается слабым, это оказывается слабым просто словом, да, то есть одно же величие это хорошо, а с другой стороны величие есть отрицательный также оттенок. Так просто Раф по-моему здесь делает замечание, что это когда мы поднимаемся и такие вот корневые понятия, начинаем про них обсуждать, слова их не могут уже просто вместить. Раф тут пишет, что слово величие оно тесным для того, что происходит. Или переводя на наши слова, словосочетание и смысле, которое мы вкладываем в возвеличивание имени, оно опять-таки тесно, оно шире гораздо, чем может эти понятия в себя вместить, но нужно общаться. Концентрация смысла в которого ценнее мудрости и величия. То есть вот это вот сама отшивая, этот возврат к величию, оно настолько высоко и велико, что то, что мы то значение, которое мы даем этим словам, оно не в состоянии их держать, это гораздо выше. То есть еще раз возвращение к если мы правильно прочитали, то возвращение в Израиль, восстановление нашей государственности это настолько великое потрясающее событие, что даже словами величия, возвеличивания имени Всевышнего это сложно описать. Это основа тшувы, свет, который откроется в начале эпохи машин. В начале эпохи машин. Начало эпохи машин машин это когда? Сейчас. Равни говорит про будущее. начало возвращения в расе сраиль на холм. Отлично. Здорово. Отлично. Итак, Рав говорит про наше время. Начало возвращения начало эпохи машин это наше время. Или я скажу еще более резко. Начало эпохи машин это когда Рав писал свои слова. А что у нас сейчас каждый путь сделает выводы самостоятельно. Хорошо? Итак. Это основа тшувы свет который откроется в начале эпохи машин и вберет в себя все более мелкие пути тшувы ведь все они в него включены. Итак. Мы говорим про открытие взрыв очень высокого света который откроется в наше время и который в себя выберет все пути тшувы которые мы знали до того и они здесь названы мелкие пути тшувы в конце в этом великом свете в начале его порыва кажется будто бы он отторгает малый свет. Попробуйте вы объяснить этап предложения. То что люди оставили Тору то что люди стали как бы персонально морально менее религиозными одновременно с тем что они возвращались в землю Израиля отлично как мы объяснили именно поэтому начало эпохи Машиаха будет еще дальше мы видим что есть у нас здесь намеки именно на наше время на возвращение итак этот великий свет который мы обозвали возвращение в землю Израиля обратите внимание что мы сейчас перевернули все с ног на голову обычно мы говорим что Раф Кук такой такой большой что даже первопроходцев которые отринули заповеди даже их он берет к себе обнимает принимает мы видим что все наоборот даже религиозных он тоже принимает как мелкий свет а большой свет и действительно это большой свет потому что кого интересует личное ступление заповедей первопроходца когда у нас происходит на сегодня явление мирового порядка мирового масштаба для всех мировых религий и для всей мировой истории это безусловно большой свет итак в начале кажется будто он торгает малый свет они идут лоб в лоб противоречат друг другу и для того чтобы быть сионистом нужно сбросить стипы или не нужно так по крайней мере получается чтобы быть правильным хорошим сионистом с малыми путями чувы которые привыкли для этого то есть соблюдение заповедей по простому мы Натана включи микрофон мы получается как будто война я не просто привез потому что обсудив все это мне кажется я смогу дать свое видение вот именно к тому вопросу который мы начали который был в обсуждении в чате и люди дерзкие восстают и возвышаются в попытке взять на себя роль пророков и терпеть неудачу дерзкие дерзкие ноябрите это притцем слово действительно это однокоренному разломать ограду и в ноябрите это перезванивается разломать ограду именно тора и заповеди выйти наружу и как бы взломать существующую систему то есть здесь еще более у нас есть намек на первопроходцев которые в дерзости отринули тору и заповеди они попытаются действительно что-то сделать и они потерпят неудачу в конце конца мы обсудим что это значит однако это поражение происходит не иначе как из-за малых видов света которые кажутся отвергнутыми а великий свет продолжает свои труды не покладая рук пока не проявится снова со всеми своими сокровищами верхними и нижними то есть а великий свет будет продвигаться вперед и в конце концов он вернется и подберет этот мелкий свет который казался отвернутым вначале потому что мелкий свет нам тоже нужен он тоже в нем тоже есть что-то положительное но оградив пролом сыном наглецом и свет колючих розы соберем от этих вот дерзких которые отринули они розы они колючие но мы розы с них соберем и здесь конечно игра слов мы сейчас будем затыкать пролом в заборе этим самым дерзким сыном который обычно проломит проломит итак значит раз здесь описывает наше время процесс отвергания заповедей в начале и в конце их собирания в общем смысле когда есть вспышка нового качественно нового продвижения света предыдущая сперва выбрасывает на следующем этапе оно подбирается понятно что опять происходит берур очищение нужное берется ненужное оставляется и сам свет тоже но как бы здесь то что мне важно здесь есть штанц здесь есть равописывает не только то что происходит с нами сегодня но и общую концепцию когда происходит но принципиально новое продвижение первым делом старое выбрасывается а вторым кругом так как светом больше за него нет проблем вернуться и подобрать этот меньший но сперва он должен его заменить так место занято то мелкий свет сперва выбрасывается со старым старому бой а после того как новое уже утвердилось старое подбирается это вообще продвижение всего иудаизма мы не выбрасываем старое мы настроим еще один этаж еще один этаж еще один этаж но чтобы построить очень часто сперва нужно место от старого место очистить но мы не оставляем это как обломки мы это в конце концов подбираем и берем с собой к чему я это ну во первых мы прыгнули по книжке и выучили что-то новое интересное вообще про чего и что здесь Раф называет великой чего вообще возвращение в Израиль кстати это отвечает на вопрос который даже на семинаре возник ай а что лучше еврей которые соблюдают еврея которые не соблюдают не еврея которые соблюдают все эти самые штучки они тут оказываются немножко это самое давайте не будем играться в тигры что лучше и что не лучше это во первых во вторых этот штанц работает очень часто именно в хазрабет шувату что называется когда еврей который не соблюдал заповеди начинает знакомиться с традицией обычно не обязательно но обычно то что происходит когда евреи начинают соблюдение заповедей возвращаются к соблюдению общекультурный пласт собственного образования он выбрасывает первым этапом как мы сказали нам нужно пустой метод чтобы что-то построить я не могу строить на том что есть поэтому первым движением обычно выбрасывается как бы все что было не религиозная не еврейская культура не не религиозная литература и так далее и мы обсудим это правильно или неправильно но это то что происходит теперь я беру отрава рав однозначно здесь пишет не про возвращение в чугу конкретного человека а насколько я понимаю именно про исторический процесс но я хочу это сейчас взять и уменьшить на как это на взгляд конкретного человека если мы этот штанц возьмем к нам то на следующем этапе через 5 10 лет уже жизни правильно видимо вернуться и то что выкинуто было на предыдущем этапе подобрать то есть так работает очень много чугу теперь есть конечно люди которые застряли на первом этапе они вернулись к соблюдению заповедей а выкинув общую культуру литературу и так далее они так и не вернулись ее взять это минус это безусловно минус теперь есть люди которых насколько прямо мало но это есть тоже интересная интересный ручеек которым этот процесс не нужен они могут вернуться в чугу не выбрасывая свой культурный багаж даже на первом этапе то есть трафт не описывает но как бы мы видим такое в реальности теперь соответственно видимо мое мнение это правильно первым этапом отрынуть то что было старый культурный пласт что было место нарастить новый и так же правильно обосновавшись там обосновавшись хорошо то есть пройдя какое-то количество лет обязательно вернуться к выкинутому старому культурному пласту и взять его обратно это мое мнение и как я сказал среди евреев которые возвращаются к заповеди есть такие есть такие есть такие есть три типа есть те которые чтобы вернуться к возвращению к заповедям им не нужно выбрасывать старый пласт есть те которым это нужно а среди тех которые им это нужно это тоже делается видимо на две или три группы группа из тех которым это нужно выбрасывая И им вредно его брать обратно в любой момент. Одна группа. То есть, если они выбросили им не возвращаться и не брать обратно, это для них правильно. Вторая группа, которая, выбросив сперва, в конце возвращается и берет его. Если раздавать оценки, то первая группа, в смысле, она внизу. Вторая группа, она повыше. Так как, давайте так, тем, которым не нужно было, это градация вся лично моя, тем, которые для того, чтобы вернуться к возвращению заповедей, не нужно было выбрасывать вообще культурный пласт, который у них был до того, это самая высокая, с моей точки зрения, под ними. Или это, или это как бы вот, как будто, если бы у нас было бы избавление и не нужно было бы, и было бы все идеально, не нужно было бы вообще для тех, кто сионист, не нужен был бы этап выбрасывать заповеди. Это было бы лучше всего, но это мы видим, в общем, это не произошло. Теперь, в частном, мы видим, что тогда происходит, есть небольшой крышечный людей, которые так могут. Это здорово. Соответственно, дорога большинства, это да, первым этапом отбросить. И те из них, которым вредно будет даже через время вернуться, им правильно остаться на этом отбраске. Но в общем это неправильная вещь. Теперь, соответственно, остаются люди, которые дозревают до того, им правильно вернуться, им не хватает душевных сил, чтобы после какого-то времени адаптации вернуться и забрать культурный пласт, который они отринули. И есть люди, которым сил хватает, но не хватает ума, не хватает чего-то, они что-то застриют. Они в смысле душевного склада, у них есть силы, и для них правильно вернуться и взять. И они не делают, это уже грех. Так это моя личная градация. И соответственно, из всего этого к тому поднятому вопросу, а вот я приближаюсь к заповедям тоже, как бы к иудаизму, и моя связь с моим народом, она ослабляется, моя связь с общей мировой культурой, она ослабляется и так далее. Соответственно, здесь, как бы, я вижу это соответственно. Точно так же мы будем делять людей. Есть люди, которым их общий культурный пласт идет очень хорошо и гармонично с тем, что они приближаются к иудаизму, начинают соблюдать заповеди, начинают соблюдать соблюдать и ног, им все хорошо. Ну, как бы тут понятно, да, нужно не ошибиться, где я нахожусь. Потому что ошибимся, мы сами себя уроним. Это, ну, это маленькое количество людей. Большинство, большинство, видимо, действительно, под что-то новое нужно освобождать место. Первым этапом, это, видимо, процесс детерминистский такой, его нельзя избежать. Первым этапом мы отбрасываем, первым этапом мы отбрасываем, первым этапом мы отбрасываем действительно нашу вовлеченность, мы действительно немножко удаляемся от собственного народа, от культуры и так далее, потому что мы сейчас как губка. Мы впитываем новое, для этого нового нужно место. Но, как развитые люди, мы должны понимать, что это временный этап. Я сейчас немножко отдаляюсь тем, чтобы в конце вернуться. Потому что в нейнох это народы мира, которые будут служить Богу, а не отдельные люди. То есть я, в конце концов, должна быть служба, как часть народа русского, белорусского, украинского, датского и так далее. Поэтому я это вижу правильным. Отдаление. Временно это верно. И если я отдаляюсь, чувствую, что это временно, это мне помогает. Это нормально. И, соответственно, опять-таки, то же самое, как с евреями. Видимо, есть те, которым не подтянуть и приближение, в конце концов, к всему народу, к общей мировой культуре и к иудаизму. И для них правильно взять иудаизм и отдалиться от всего остального. И есть те, которые себя неправильно оценили. И в начале это дело отринув, там застрянули. Что, по-моему, неправильно. Опять-таки, здесь очень... Эти все четыре категории, которые получились, они все очень зависят от того, человеку нужно точно себя найти и понять, где я нахожусь. И, соответственно, себя определить здесь. Так я хотел отнестись к тому очень серьезному, на мой взгляд, вопросу, который появился в чате. Как я себя... Самоидентификация, что с этим делать. Я привел, привел, как бы, из вот того, что... Скажем так, вы тут не одни. То же самое происходит с евреями. И я, как бы, сделал... Акбала, я провел параллель. Ну и, конечно, сперва мы выиграли бонус из Равкука. Я хочу сейчас дать слово вам. Давайте обсудим то, что мы выучили. Отрывок, мои из него выводы и приложения к нашей жизни. Как мне вот... То, что я сказал. Пожалуйста. Я хотел только одну фразу. По поводу предыдущей клетки я, честно говоря, не успел. На мой взгляд, самый страшный хилл-ляшем, который был, как бы, на протяжении человеческой истории, это непостижимая катастрофа. То есть сжигание шести миллионов носителей божественного света ничего более ужасного, по-моему, представить невозможно. Непостижимого для разума. Это то, что я хотел сказать по поводу предыдущей клетки. Я тоже, кстати, это хотел добавить, просто поскромничал. Здесь нечего... Здесь, безусловно, нечего. Не добавить, не убавить, это безусловно. Это безусловно так. Рыбнатан, я просто хотел сказать, что вот отрывок, который сейчас мы прочитали, в нем явно чувствуется подтекст кабалы. Я сейчас как раз начал изучать Маамар Геулла Рамхали. И там прямо это пишется только через сфероты. Я просто не хочу изучать. И там эти два этапа описываются, как первый этап Кида, а потом Схера. И как бы четко это прослеживается. Это вот такая очень интересная преемственность Рамхаля и Равакука. Кук, в Равкуке введен Рамхаль иногда. Его выражения и так далее, безусловно. Это то, что мы сказали во вступлении вообще в искусство. Равкук это кабала, переведенный на открытый язык. А теперь обратите внимание. Это кабала, она в этом плане немножко похожа как бы на науку. В том, что мы, у нас есть какие-то общие, общие вещи. И их можно, они масштабируемые. Они масштабируемые. Мы их можем приложить к историческому процессу. Мы их можем приложить к собственной жизни. Мы можем приложить к жизни народа и так далее. Это у нас здесь Рав. Мы чувствуем, да, безусловно кабала здесь чувствуется. И в других, во многих местах. Конечно, это мы уже сказали в введении. То есть, здесь не наоборот. Здесь Рав не пытается оправдать историческую реальность, которую он видит. Он настолько хорошо понимает кабалу, что он ее может перевести на открытый язык. И он читает реальность уже в соответствующем очках. А мы из этого, как бы, а мы из этого получаем ваши порошки. Нам хорошо. Да, да, конечно. Я согласен здесь, безусловно, что кабала здесь очень четко чувствуется. Но, скажите, если ошибаюсь, да, вначале мне кажется меньше, но прочитай весь отрывок. В общем, мне кажется, здесь очень чувствуется так же, что Рав говорит про наше время, про возвращение в землю Израиля и про первопроходцев и так далее. То есть, опять-таки, можно прочитать без этого. Можно вообще этот текст, оторвать его от привязки к реальности и перевести его вообще вот в кабал. Тоже реально. То есть, мы сделаем сейчас, Михаил, обратный процесс. Наберем кабалу, мамара, геула, все, что мы хотим, переводим это из кабалы в открытый язык и привязываем к историческому контексту. Нет, безусловно. У меня, как бы, даже и сомнений нету, что и так актуализация четкая, на нас прямо ложится четко. Натан, я хотела, если никого не перебиваю, спасибо, что ты эту тему затронул, потому что она очень актуальна для нас, но, я думаю, не только для нас. И, собственно, культура, я согласна, что, да, наверное, на начальном этапе это отвергается, но тут больше даже, может быть, не культура, а именно, ну, грубо говоря, просвещение, да. Вот, собственно, наука – это не религия, это не вера, да. То есть, я не знаю, это не значит, что я ее должна бросить и не изучать, например, да. И таких много там, я не знаю. На мой взгляд, я просто вот хотел бы… Это как бы другой ракурс. Ты вместе, изучая эдоизм, ты просто с другого ракурса смотришь на все то, что ты когда-то знал. То есть, я не знаю, обязательно ли должно быть это, что ты сначала убираешь, а потом уже возвращаешься, или это может тоже как-то происходить какое-то взаимопроникновение. То, что я сказал, то, что я сказал в начале, то, что я сказал, что, да, у нас есть мейнстрим, большинство, которые сперва выбрасывают, а потом берут, а идеальный вариант, чтобы это выбрасывание не было, в процессе геологического избавления тоже. Теперь. Мы это можем повернуть с другой стороны. Каждый аспект этого вещи, его можно точно так же посмотреть. Как? Религия и наука, религия и культура, религия и литература, религия и связь с народом. И каждый человек в каждом этом аспекте может себя по-разному градуировать. Кому-то приближение к религии, ему автоматически должно быть отдаление от науки, ему это будет мешать. А кому-то нет. А тому, кому наука не мешает, культура будет мешать. А кому-то, кому... А наоборот, а кому-то, кому... И, то есть, вот в каждом аспекте мы можем взять наш этот штанг и сказать его. У нас есть идеальный вариант, который, чтобы не мешало. И есть меньшинство людей, которых это работает. У нас есть реальный вариант. Сперва выбросить, потом забрать. И у нас есть греховный вариант выбросить и не забрать. Я знаю, кому это мешает. Это мешает нашему ЕЦРРРА. Это только ему мешает. Легче всего выбросить все и начать с чистого листа. И это просто я по себе понимаю. Хотелось, когда стал как бы болеть шва, хотелось все выбросить. И это было нечестно перед собой. Я это понял, что это мое ЕЦРРРА. А я не уверен. Может быть, на первом этапе это правильно выбросить. Опять-таки, очень зависит от человека. Очень зависит от человека. Каждому свое, Михаэль. Каждому свое. Мне, например, проще выбросить. Сначала выйти из всего, из этого. А потом уже, посмотрев со стороны, это как-то принять. Возможно, возможно. Я говорю лично о себе. То, что нужно. О! Только лично о себе. Я вот сейчас говорю. И здесь важно, что каждый аспект, он другой. У нас много таких аспектов. Есть, допустим, как мы сказали, наука, есть культура, есть литература, есть что-то еще. Да? Теперь есть... И в разных аспектах человек может по-разному быть в этих градациях. И я... Да, я просто, ну, я не закончила, я не хочу это к себе там сводить или к каким-то частностям. Я к тому, что хоть мы только и начинаем, Равва Кука, но как мне кажется, что, собственно, к чему мы должны стремиться, это как раз вот к такой свободе, да? Ну, а свобода подразумевает какое-то отсутствие страха. Потому что если человек что-то бросает, оставляет, он чего-то боится. И как мне бы хотелось, чтобы этого страха не было. Понимаешь? Настолько бы я была уверена в своей вере, что мне бы было не страшно находиться в любом. Хотя, конечно, влияние, да, есть... Лен, ты не совсем правильно понимаешь. Нету никакого страха. Ну, это я опять про себя говорю. Дело не встает. Если говорить про себя, то есть еще как есть. Я в последние годы начинаю от него избавляться с трудом. Нет, я имею в виду, что страха нет от того, что я ухожу от всего, не из-за страха. И не из-за того, что я боюсь, что слаба моя вера. Как раз сейчас она не слаба. У вас нет, а у меня да. Мне нужно было выкинуть в начальном этапе. Безусловно, Михаил говорит ему нет. А я говорю про себя, что вот как я свое отхожу, отвожу назад, я уже сколько лет? Лет 20. Плюс, наверное. Лет 25, скорее, скоро уже. Я внутри. И я начал этот страх, как бы я вот у Чуров тут где-то продвинулся в последние, ну, может быть, там 7, 8, 10 лет. У меня начался этот процесс подбирания назад. У меня, да, безусловно, ты боишься читать некоторую литературу, потому что это может быть противоречивым то, что ты веришь. Ты боишься думать какие-то мысли в каком-то направлении, потому что ты боишься, что... Откуда это страх? Безусловно в том, что у тебя нет достаточно сильных инструментов веры, чтобы действительно спокойно с этим работать. И действительно этих инструментов их не было. Эти инструменты их разрабатывают, пускают, дают нам равкулки и так далее. А без этого это действительно это страшно. Не знаю, кому-то нет. Опять-таки, я же сказал, есть люди разные. Я говорю про себя, каждый говорит про себя, и мы опять-таки приходим в те же самые в общем-то трём-четырём градации. Люди, которым это ничего не мешает. Нет этого страха. Вера никак не противоречит абсолютно верно ни с культурной, ни с народом, ни с чем. Я понимаю сразу, где правильно, где неправильно, и я иду хорошо, вперёд, здорово. Но мы видим в историческом, в исторической перспективе, не в лично, в исторической это идеал, который не свершился. То есть, это идеал, правильный, но это меньшинство. Для большинства это отринуть. Сперва это нормально и правильно. Но, также правильно, через это время, для здоровых душевных людей, это взять к себе обратно. Теперь, может быть, я возвращался в Чуве, в прошлом поколении, и сегодня люди более продвинутые, более быстрые, им не нужно этих 15 лет, им хватит 5 или 3, или полгода. Это уже каждый. И опять-таки, смотреть на себя, главное смотреть хорошо, правильно. Можно добавить идею? Мне кажется, что очень много зависит от того, что человек включает в свою я, в свою сущность. Если Новый год с мандаринками и салат оливье это моя сущность, то ее придется отбросить для того, чтобы изменить свое мировоззрение и потом подобрать это, но уже как что-то внешнее. А если это изначально внешнее, то есть, это часть моей культуры, но я не идентифицирую себя с этим, а как бы пользуюсь этим, то тогда мне не нужно это отбрасывать. Поэтому для кого-то придется отбросить всю литературу, потому что он себя с литературой идентифицирует. Что если это Пушкин, наше все, то придется отбросить время на Пушкина, чтобы получить объективный взгляд на мир сначала. Для кого-то это будет наука, для кого-то это будут какие-то другие вещи, кинематограф. То есть, поэтому индивидуальное восприятие человека, его я, что он включает в свое я, будет в итоге обязывать его что-то отбрасывать или позволит ему не отбрасывать ничего. Даша, а ты можешь расчленить как на салаты, кино, я не знаю, как это. Очень интересная мысль. Я, например, с Дарей согласен абсолютно. Есть какая-то доминантная, которая мы прицепляемся к этому. Молодец, молодец. Я очень рад. Я так рад это слышать, я про это не подумал, но это в точку. Вот в точку. Да, да, да. Я очень рад. Очень рад. Да, 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 безусловно. Так это, я об этом говорю, это наш ЕЦРА. Да нет, это все мелочи какие-то. На самом деле, хотелось бы вообще не об этом говорить. я не знаю, то, что Раф Кук принял нерелигиозных сионистов и сумел посмотреть на них, вот как бы если подняться немножко над этим, а не над салатами витать, понимаете, это все, это ерунда, это вообще отбросить это. Не ерунда. Не, ну, мы понимаем идею, мы понимаем идею отсюда, если мы его правильно поняли, мы можем правильно прорвить к салатам. Это та же самая идея, это, это, это Раф Шарке объясняет, это красота Кабалы, что она с одной стороны нет границы сверху, куда она проникает, а с другой стороны эти же идеи нет границы снизу, куда они спускаются. По Кабале нужно стричь ногти через один. Почему понять не могу сказать? И человек не знает ничего этого, всего этого, ну, вот он, ну, можно в мою жизнь влазить, это самое, вот, ну, куда, наоборот, даже такое мелкое, ежедневное, простое твое поведение, как стрижка ногтей, Кабала доведет ему смысл, связывается с великими божественными идеями и пошло наверх. То же самое, одно другому у нас не мешает. В нашем случае салат Оливье не противоречит историческому событию чуть ли не всей мировой истории. Они у нас проходят через одну и ту же идею, если да, то это хорошо. Я могу обсуждать на уровне салата, вот именно вот это вот, это не, нет, это здесь вот, спасибо вам, Елена, вы сейчас затронули очень важную вещь. В обычной нашей жизни есть принципиальная и очень существенная разница между маленьким и большим. В Кабале или у Всевышнего перед ним нет великого и мелкого. Но сказать это как фразу, это просто, а мы сейчас именно ее ухватили правильно. Эта же идея мне объясняет и Салат Оливье и возвращение евреев к себе, к своему государству. Это же не красота. Мы вот пытаемся тут в науке свести все к единой силе, пока получилось к трем, четырем это самое, но пытаемся все к единству. Мы сейчас свели, а одной идеей мы можем и великое и малое. Это же здорово. Это же здорово. Еще кто-то хочет что-то добавить, сказать? Ну, Лена, наверное, не договорила все-таки. Давайте вернем Лене микрофон, вы правы. Лен, скажу, если Лены нету. Вот, вы знаете, мне кажется, мне хочется взглянуть на этот вопрос немножко шире, потому что мы смотрим на этот вопрос как бы с индивидуальной своей позиции. Вот я приехала в Израиль и теперь, значит, встает вопрос, буду я соблюдать или я уже выполнила все свое, это самое, буду я есть салат оливье или я перейду на хумус, да, скажем, вот, но мне хочется взглянуть на этот вопрос немножко по-другому. Мы приехали в нашу страну, мы хотим построить нашу страну, мы хотим построить это еврейское государство. Теперь у нас, к сожалению, то есть у нас есть Тарама шеф, которой описано, как построить еврейское государство. К сожалению, это не развивалось две тысячи лет совершенно. И теперь мы имеем, я даже думаю, что что-то, что против... Например, вот когда начинают все кричать государство Аллахи, все падают в обморок от этого, мне кажется, это в этом именно проблема, потому что то, что мы имеем, это было некое, как бы, идеал, вот этот сангидрин, который никогда никого нигде не может никак наказать, например. Это же непрактичная вещь, это очень хорошо, это очень романтично, когда у тебя суд, никого никогда в жизни не наказывалось и государство жило своей жизнью. Но ведь теперь мы пришли к практике и нам нужно работающий суд, работающую полицию каким-то образом, какие-то наказания, например, тюрьмы или наоборот штрафы. Остановитесь. Очень глубокая и очень широкая тема. Именно поэтому я не хочу ее трогать. Она очень важная, очень глубокая, очень широкая. И мне есть, что сказать по этому поводу. И опять-таки, тоже сказать по этому поводу, я тоже набрался последний год-два, но этого у меня не было, я не знал, чего правильно сказать. Это отдельная тема. я не знал даже одного урока или серии. Именно только поэтому я хочу вас остановить. Очень важно, очень правильно, много широко и глубоко. Поговорим в чате, решим, что об этом будем вести наш следующий урок, хорошо. Или будет что-то другое. В свете наступающих выборов это очень актуально. Поэтому мне кажется, что стоило бы. Я давайте я брошу вам на ваш вопрос немножко просто этих самих. Так, песчинок на подумать. Это не просто так, что сюда приехали евреи из всех культур, практически существующих сегодня в мире. есть и оттуда и отсюда они все с собой принесли все. И обратите внимание, здесь у нас сегодня есть практически все проблемы, которые есть в мире. Более того, они у нас здесь сегодня в более острой форме, чем везде. У нас есть здесь 20% арабов, которые граждане. И мы с ними более-менее нормально работаем. В Европе есть 5. Европа стоит на ушах, они не могут с ними справиться. И они там гораздо более спокойнее, чем у нас. И это так, я просто бросил одну. У нас сегодня есть лаборатория, и мы решаем все мировые проблемы здесь. И весьма недурно. У нас они более острые, у нас они здесь как бы в миниатюре, они более острые, и мы их решаем тоже лучше, чем в других местах. А потом мы решали наше экспорт продаем. Мы пришли с Малой Торой нам нужно развивать большую Тору. И то, что мы принесли всю мировую культуру сюда, тоже не просто так. На этом я это обсуждение хочу закрыть. Тема очень велика и широка, интересно. Спасибо, хорошо, поговорим. Кто-то еще что-то хочет добавить? Натан, у меня остался вопрос. Слышно меня, да? Да. Вопрос по содержанию нашего отрывка. Отлично. там есть такой эпизод, что люди дерзкие потерпят поражение. Вот, как вы это понимаете? Отличный вопрос. И что это поражение будет связано как-то с малым светом. Я, например, не поняла для себя, у меня как-то это до конца не уложилось. О чем идет речь? Спасибо. Понятно на сегодня, что в государстве Израиль светский иудаизм выдохся. Светский сионизм выдохся. Он не может больше тянуть. И вот все эти процессы мира и так далее, которые сейчас идут активно, это то, что старые элиты уже не могут тянуть. Хватило сил сделать великолепную вещь, построить государство, а сегодня мы в очередном кризисе. У них не хватает уже сил. Теперь, это раз, два, у них был собственный хазун. У них, не помните, в кибуцах висели портреты товарища Сталина, солнце миров, солнце народов, здесь мы строили социализм и коммунизм. Этот видение тоже грохнулось, то ли не получилось. Они видели, они на сегодня ощущают, что у них украли государство. Мы вот тут пришли, мы видели, как в конце концов государство без ничего. Не получилось так, как хотели религиозные, не получилось так, как хотели светские. Но у них было собственное видение, у них был собственный идеал, как должно выглядеть государство. Государство абсолютно не выглядит так, как они так хотели. Мы, как религиозные, привыкли ныть, как здесь все плохо. Нет государства аллахи, не все соблюдают заповеди и ездят по субботам. А вы посмотрите наоборот, как все основатели государства видят, у нас украли государство. Их не их не тиску, их не диколону помогите быстро. Депрессия, фрустрация. Депрессия гораздо глубже, чем наш скулеж. Поэтому можно так. Но спасибо, потому что спасибо большое за замечание. Это очень действительно это нам складывает нашу мозаику из этого отрывка, который в общем-то непростой. Обратите внимание, кстати, чтобы из отрывок понять. То есть русский здесь у нас сегодня плохо. Он плохо передает отрывки, оттенки и намеки, но это часто очень в обшлете. Чтобы понять, нужно прочесть много раз и отрывок нужно воспринимать целиком. Каждая часть связана со всеми. Но тем не менее, иногда непонятную часть можно выбросить, и это не помешает общему пониманию. Это немножко голограмма. Если не хватает информации, общая картина будет менее четкая, но я общую картину все равно смогу схватить. Можно немножко добавить. Пользуясь шпаргалкой Мамар Гюла говорится о том, что есть как бы рассматривать в двух аспектах как хитсаньют и пневмют внешнюю часть и внутреннюю. И во внешней части мы видим вот эту дерзость людей, которые захватывают клепу. Но внутренняя часть пневмют, этот свет все время сохраняется, накапливается, и очень важно это понимать. Он никуда не девается. Он здесь с нами всегда есть, и он накапливается. Вот этот момент хотел подчеркнуть. мы не успели из заявленного сильбуса я хотел закончить взглядом на знаете что, давайте попробуем. Ничего втиснуть. Я хотел дать пример поводу науки. Если вам не надоело меня слушать, мы немножко поменяем тему. Я подумал поводу примера. А что же такое разум из прошлого нашего урока, который немножко скромный и уже понимаешь, что над ним сверху что-то есть? В моем понимании это современная наука. Почему? Потому что наука на сегодня не устроит самостоятельно каких-то логических построений. Она идет к природе и задает открытый вопрос. И получает ответ. Его анализируют. Не на основании логики, а на основании ответа, который она получает. То есть может быть чем дальше мы поэтому именно настоящие ученые они очень действительно скромны и понимают ограничения. И чем дальше ты не всеми это ощущается и чем дальше ты идешь в более научно популярную, тем больше у тебя воинствующий атеизм рулит. Следующий пример тоже из науки, из медицины. Эксперимент сегодня в медицине проверка допустим лекарств. проводится двойным слепым противоплацентным методом. Что-то такое. То есть как заключение мы отдаем себе отчет, что желание человека очень сильно влияет на его выздорове, не выздорове. Поэтому то есть а теперь желание понятно, что это над уже над разумом. Это желание мы пытаемся это знание мы пытаемся нейтрализовать. Итак, никто ничего не знает. Берутся группы людей не как-то кубиком полностью статистически распределяются на две группы. Тот распределяет, не знает какая группа будет принимать лекарства, какая группа лекарства принимать не будет, а будет плацебо получать. Медсестра, которая дает лекарства, она не знает, какой группе она дает, она также не знает, она дает лекарства или плацебо. Ученый, который делает статистику анализирует результаты, не знает, он анализирует группу, опять-таки, которая получала лекарства, или группу, которая получала плацеву. То есть это опять-таки на сегодня, теперь это принципиально новый подход, когда наука ставит эксперимент, спрашивает вопросы, получает ответ. Это наука в этом плане она ей сколько? И меньше 300 лет. До того мы получили именно с помощью разума, как вот именно логики, немало, но вот именно прорыв мощнейший, это когда научный подход по определению он стал скромно у природы, а природа на иврите это элоким, не на иврите, по намеку. Числовое значение слов природа и Бог, имя Элуки, Элуим, оно одинаково. Во всех местах это говорит о том, что это также проявление Бога, да? Мы спрашиваем вопрос. Это совсем другое состояние разума, чем попытка захватить с собой весь мир, я тут решаю. Ты ничего не решаешь, ты спрашиваешь вопрос. И чем более ты его спрашиваешь скромно, тем больше у тебя шансов получить правильный ответ. Это вот пример, который я хотел дать, вот именно разума, который у нас исправлен, не тукан, который уже, вот именно, как мы сказали, в исторической перспективе а не в лично. Ну хорошо. Большое спасибо. И мы давайте пообсуждаем, как мы будем двигаться дальше. По книге или какой-нибудь еще интересный вопрос. Обычно у нас через раз, но как к сегодняшний раз, или по книге, вроде по книге учились, а вроде нет, а вроде был интересный вопрос, а вроде, ну, мы по порядку идем, а вроде мы переплыли. Ну хорошо, посмотрим, как у нас будет дальше. Большое всем, большое огромное спасибо за ответы. Мне просто такое удовольствие слушать его, слышать и принимать все ответы. Во-первых, как это, нет урока без чего-то нового. Дарина, большое спасибо за хидуш. Мы сами не обратили на это внимание, это просто здорово. Всем остальным тоже, как это, возьмите как личное спасибо. Всем, кто поучаствовал, были очень-очень важные и нас углубляющие, обогащающие замечания. Огромное спасибо, я очень вообще рад, что мне выпала честь в такой приятной, подготовленной, подкованной, действительно, не побоюсь, духовной аудитории проводить урок, из которого я тоже учу. Большое всем огромное спасибо, до встречи. Алла, верны тебе, всего хорошего, спасибо. Хотел только два слова добавить. Во-первых, я присоединяюсь к поздравлениям подкованным всем, это действительно замечательно, все скачут. Общее пожелание такое, не раз слышу от разных людей о том, что у нас по большому счету небольшая статистика всех наших занятий, у нас нету многих сотен, у нас нету многих тысяч и так далее. Понимаете, что в этом есть и плюсы, и как бы и минусы, окей, но мое как бы пожелание такое, я очень призываю всех в качестве как бы продолжения урока обдумывания, продумывания выплескивать то, что у них в голове, там, где они общаются с людьми, упоминая наше занятие, давая линки, мы все открытые, мы совершенно прозрачные и стараться превратить наше общение здесь, которое больше, конечно, кружок не юных пионеров, а скокунов, скажем, подкованных, окей, превратить это в некоторое массовое общественное обсуждение, еще буквально одна фраза, мне как бы созвучно, то, что я сейчас говорю, созвучно в моей голове, сейчас, вот Мерказ, Равшерки, к которому я имею отношение, да, Центр Равшерки, Бритолам, который не только Бнейноах, а вообще учение Равшерки, вот сейчас есть капитальное как бы мероприятие по сбору денег, но это отдельная страна, а самое главное, что есть как бы выработка некоторой концепции, что такое универсальное учение Рава Кука, что такое духовная революция в израильском обществе и во всем мире по следам Рава Кука, и то, что мы делаем, это очень, очень, очень созвучно тому, что я слышу. Я опубликую, я хотел на иврите поставить, на иврите я перейду на русский язык, есть некоторое программное, небольшое на пару страниц обращение Рава Шерки, которое называется Дварара, слово как бы Рава, о том, как он видит вообще перспективу развития, там есть одно слово, которое мне запало в душу, на этом я заканчиваю, оно мне кажется центральное. Очень трудно придумать какое-то новое прилагательное к иудаизму, да, сказать, что это супермодернизм, супер-дупермодернизм, ну вот подкованный там иудаизм, вот, но тем не менее Рав Шерки сказал вот это слово для меня на ключевое, а это релевантный иудаизм. Мы занимаемся вещами релевантными, если мы не так относимся, как, скажем, к другим течениям иудаизма, я не знаю, хоридим, предположим, не потому, что они лучше, хуже черные одежды, брюки и так, а потому, что, ну как бы, в наших глазах и в моих глазах они менее либо нерелевантны, а то, чем мы занимаемся, это да, релевантно. Вот эту релевантность, пожалуйста, распространите дальше, по-моему, это наша центральная задача, окей. Окей. Натан, это мог бы нам, пожалуйста, ивритский оригинал сбросить, мы на немецкий переведем нашу ночь. Обязательно, обязательно. Я, конечно, просто не успел еще, я буквально минуты до урока доделывал текст, я ответил, обычно у меня иврит есть, я добавлю сюда же иврит, конечно, все будет, все, все, все будет. Окей. Не сегодня, может быть, завтра, но обязательно будет. Я обещался, я еще даже прошлый урок не поднял на свой Facebook. Как это, нехорошо, как это, в первых мероприятиях. Беседер, визуальное воплощение джуэ, а шамно богатно. Окей. Беседер, всем стаканам, пока. Спасибо, до свидания. До свидания, спасибо.